Добрый вечер! Саха, 1.4 TSI, 122 лошади, цепной привод, чугунный блок цилиндров, разрушение поршней, история небольшая, и необходимость в ремонте блока цилиндров расточить блок цилиндров под ремонтный размер. Что мы и сделали. Сегодня мы этот мотор соберем, расскажем про поршни, еще раз обсудим цепной привод, как это все выглядит, как это все устанавливается на этот двигатель. Основной уклон хочется сделать на материал исполнения данного блока цилиндров. Цельно-чугунная конструкция, кассета из четырех чугунных гидз, которые благополучно подвергаются ремонту. То есть, либо первый ремонт, как в нашем случае сегодня, и установка поршней, он тоже может там показать, сорок четыреста семьдесят семь шестьсот десять. То есть, вот шестьсот десять, это как раз десятка, нам говорит о первом ремонтном размере. Не получилось вывести в первый ремонтный размер, не проблема, есть второй ремонтный размер. Собственно говоря, есть куда разбежаться. Вспоминаем, что было в прошлой трансляции, как мы где-то в районе сорока минут ломали здесь голову. Что же делать с алюминиевым блоком при небольшом износе, при разрушении поршня вообще непонятно, что делать. Собственно говоря, мы так ничего и не сделали в прошлый раз. Мотор до сих пор у нас лежит, головка блока в ремонте. Ну, как-нибудь осветим. Что же там в итоге решили сделать. Вот, ладно, давайте вернемся сюда. Чугунный блок цилиндров расточили под первый ремонтный размер. Давайте попробуем его сегодня собрать. По ходу ремонта, по ходу сборки приветствуются вопросы. Приветствуются вопросы не о том, Алексей, какое же масло мне заливать и периодичность его замены. Все-таки мы собираем двигатель не для этого. Для того, чтобы обсудить, обсудить конструкцию двигателя. Обсудить там те же моменты затяжки. Если это вы будете делать самостоятельно. Обсудить спецриспособления. Обсудить периодичность. То есть, что мы будем в последовательности сборки. Давайте, наверное, начнем. собри что-то там. Всем привет. Добрый день. Да, да. Всем еще раз добрый вечер. У нас 15 минут седьмого. Тимур Олегович, твоя задача до 9 часов собрать данный силовой ребят. Начнем мы с установки форсунок охлаждения поршней. Антош, покажи нам, пожалуйста, места. Сейчас очень активно обсуждается на корейских форумах. У кого-то они есть, у кого-то нет. У тех, кого их нет, они их хотят. В нашем случае они есть. В нашем случае мы их проверили. Давление у них 1,6-1,8. Как у новых. Посадочные места у них. Вот идет масляный канал. Вот сюда мы их будем ставить. Видно? Вот отверстие резьбовое. Четыре штучки Тимура Олеговича. Все в вашу раз. Форсунки мы не стали менять. Напомню, основа ремонта для моторов ЦДАБ это как раз съем коленчатого вала при замене поршней и проверка. И в 100% случаев это замена форсунок охлаждения. Почему? Потому что там просаживается пружинка и при номинальном рабочем давлении 1,4-1,6 они держат, иногда вообще ничего не держат, в большинстве случаев держат 0,8. Здесь мы произвели замеры 1,6-1,8 они показывают то, что и планировал в свое время завод. Поршунки мы затянем с усилием каким, Тимур Олегович? 30? 30, правильно. 60,000 70,000 60,000 70,000 70.000 60,000 48,000 61,000 посмотрели состояние ничего плохого в них не увидели тоже покажешь нам алексей волков спрашивает как добиться равномерного давления на проснуках охлаждения почему оно должно быть неравномерным встречный вопрос вас порсунки находятся в едином основном канале мы замеряем давление открытия каждой посылки неравномерно в моем понимании это три форсунки вью с давлением 16 она льет с давлением 08 это вот то есть одна будет нам заливать один из поршней общее давление при этом тоже может упасть подсказывает собрек такой не самый обычный вопрос равномерность работы форсунок охлаждения поршней что касается форсунок вот тех которые мы сегодня установили это пожалуйста вы можете всегда и посмотреть момент открытия возьмите вакуум тестера проверьте вакуум тестера покажу вам эффект просто coefficient Ned вы поднятия кратно violent обуви Coke форсунок чем зон- breaker arrogant Angера не electronен альтерн и так кончатый вал двигателя аккуратненько пойдем тимур мы за ней еще сверху так что мы имеем дальше полукольца осевого смещения с выполненными так называемыми масляными каналами с одной стороны они есть с другой стороны тимур их нет как их надо ставить масляным каналом сторону чтобы он был обращен коленчатого вала так еще раз я покажу то есть масляный канал есть давайте его поставим вот так то же самое на крышке масляные каналы должны быть направлены в разные стороны помешки владимир соколов просьб сделаем сказать про кованные поршни и стаи производства тольятти в одноборные маслосъемные кольца и устанавливаем александр к за нашим что делали сбоку и сейчас у нас помимо масляных каналов которые мы расположили по разные стороны до нас еще есть замки замок и замок замки вкладыши мы совмещаем про поршни и сты и мы ничего подсказать не можем почему потому что с ними никогда не сталкивались следующий вопрос блок мы расточили под первый ремонтный размер то есть 025 полировался вот такой какой он есть крышки у нас на данном моторе все пронумерованы очень удобно не перепутаешь самое главное не перепутать расположение ну то есть замок замку вкладыши собираем чуть подальше сейчас громко будет после затяжки болтов и так у нас несколько этапов будет сейчас мы закрутили болты гайковертом прокручиваем колено никаких усилий для этого прикладывать не приходится как видите то есть вот так вот она должна вращаться от руки следующий этап это спасибо тимур а я был ты хотел чтобы я протянул я протянули 50 50 ньютонов на метр затягиваем каждый из 10 болтов болты старые как это видно на кайфе 50 прокрутили опять же тимур следующий этап это доворот на 90 и и и и и и и и так же легко так же легко также ничего не закусывает на все отлично дальше что делаем давайте поставим поршень можно поставить втулку чтобы нам было удобно прокручивать тишина да так все хорошо объяснее особый там свой я и смотри там свой чат если что собрать запись продает не срочный илья гулаков спрашивает интересно ваше мнение о периодичности замены комплекта грм на данном двигателя олег дацух пишет и мне мнение я вот тут вот писал был в комментариях подобный вопрос предыдущему видео давайте вот здесь тоже озвучу что же я там все-таки ответил периодичность замены цепи грм на двигатели сахар вот двигатель сахар может настоять на тигуане может стоять на audi 1 ну я имею ввиду весовая категория машин абсолютно разные вот двигатель сахар может ездить по москве пробках толкаться может по трассе есть поэтому сказать вот так вот однозначно 100 тысяч 150 200 тысяч это немножко неправильно есть машина у которых при 60 тысяч километров перескакивает цепь грм есть машины которые проезжают 200 никогда не слышали вообще принципе на проблемах снова при надо понимать делаю эксплуатируйте данный двигатель общей массе мотор стоит на маленьких машинках относительно легких поэтому средняя периодичность замены ну пускай будет 120 тысяч это касается цепи старого образца сегодня мы будем ставить цепь нового образца мы будем ставить регулятор фаз под эту цепь звездочку мышмаки натяжитель цепи вот такой комплект можно говорить что смело пройдет свои 150 тысяч легко звездочку тоже покажи нам еще уже тогда уже если мы сейчас ремкомплект чуть-чуть осветили и звездочка коленчатого вала нижний у нас также меняется будет меняться то есть все это мы сегодня будем делать для увеличения ресурса цепного привода что касается поршней вкладышей вкладыши вкладыши мы здесь меняем половинками то есть верхние вкладыши те которые двигатель у нас работают мы будем обновлять нижние также как и коренные оставим старый то есть из всех вкладышей этого двигателя мы поменяем сегодня 4 штучки это верхние половинки шатунных вкладышей поехали запись на ремонт сабри через мой телефон если даже если вдруг он себя то есть раз назначил записью по моим не надо он вас обманывает нет ну я сразу отсеиваю вопросы по маслу и далее да то есть как бы я людям отвечаю чтобы не рассказывать здесь что мы не отвечаем я просто пишу чтобы меня терзают сомнение ты можешь чатик почитаешь потом интернет удалиться что-то остается к сожалению ульяр гулаков спрашивает а почему так складышами поступили складышами какими именно шатунными поменяли половинки у нас при работе двигателя основная нагрузка она идет на верхний шатунный вкладыш то есть нижний он по сути никогда не не практически не работает и не изнашивается пустышка если что-то не попало ну как бы да если в масляный канал не покупал песок в большинстве случаев с нижними шатунными вкладышами ничего не случается при этом верхнюю изнашивается как за себя так и за своего товарища нижнего то есть верхнюю мы зачастую меняем влажный вкладыш и вкладыш 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 Продолжение следует... Покажи, пожалуйста, у нас новые поршни, у нас двух цилиндров. Давай вот конкретно поршни один выберем, да? Вот эти вот... Не-не-не-не, общий вид его, что вот... Ага, вот так вот. Если вдруг вам кто-то расскажет, у вас болтаются поршни... Не шатай камер. У вас болтаются поршни, и их надо менять. Они болтаются. Вот так вот ходит поршень в цилиндре. И это сейчас считается нормально. То есть вот на моторе 1.2 мы недавно разбирали, показывали. Там вот этот вот эффект еще больше. Эффект перекладки поршня от одной стенки до другой. Компенсируется все это, да? Вот эта вот такая вот перекладка. При работе двигателя компенсируется она давлением в камере сгорания. Поэтому, если у вас двигатель работает нормально, то и перекладка от одной части цилиндра к другой будет происходить ровно, без повреждений поршни. Алексей Юрьевич, вы только что лично своими руками лишили 90% сервиса работы, сказав, что если вот кто-то шатает поршни, шатите зафигуру. Мне просто очень часто присылают поршни. Я твой поршень шатал. Смотрите, он шатается. Шатается. Надо менять. Надо менять, надо точить. Не факт, что надо менять. И тем более не факт, что надо точить. Мы уже расточили и поменяли. И все равно шатается. Вот давайте так. Что у нас здесь? Давайте польемся маслом. Я, конечно, сейчас поставлю. Я совмещал. Совмещал, да? А ты еще не первый раз оператор? По-моему, да. Ну, как это? Я такой ерунный. Анатур Карханян спрашивает. Здравствуйте, купил поршня STI 77 миллиметров. Это много для этого, для мотора Саха? Ну, давайте так. 76, 46, по-моему, там у нас идет номинал. Номинал. 77, это второй ремонтный размер. Нет, вру. 76, да, второй ремонтный. Второй 0,25, первый, потом 0,5, потом 0,75, это много, мне кажется, ручки. Не, 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 подожди. 76, с половиной. Это номинал. 76, 75. Это был первый ремонтный размер. А 77, это второй ремонтный размер. Ну, я от 76, да. Тимур, легче, прокомментируй, пожалуйста, что ты там сейчас так усердно смотришь. Ну, я смотрю, сайли крышки шатунов на свои места. Давай поэтому начнем вот с этих вот, которые не доходят. Угу, то есть, иди на этом. Ой, Леша, тут интересная тема. Давай, мать, это пока. Костя из ЭКБ пишет. Здрасте, дядя, сегодня на драйве человек выкладывал фото КБЦ-ЦДА с пробегом 700 тысяч километров. И что характерно, проблем с постелями не было. Как он утверждал, а вот трещины от свечного колодца к сёдлу, клапану, были. Казель, насколько это правда? Давайте так, тут недавно на драйве... Тимур, все нормально. Тут задача человека, бывает, не здравую логику включить и понять, почему у него так произошло, что у него тачка там стейдж-3 и все дела. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Другой вопрос. 700 тысяч километров прошла машина. Ну-ка, ответь мне, где она умудрилась с такой пробег-то намотать? Какого года машинка? Никогда. Существует... Так вот, средний пробег машин 9-го года, 200, ладно, Тренским там, 250, где он накатал 700? Как где? В стране воображения? Стране воображения? Еще один аргумент. У меня приезжала машинка с пробегом 200+, чисто трасса. А с заменой коденцам, самый ущербродский ремонт, машина выезжает. То есть мы там ни одна укладыша не поменяли. Да, я помню. Поэтому чего удивляться-то? Выложить... Ну, завтра на форуме появится информация о бракодил. Давайте будем ее тогда. Наш сервис бракодил. Ну, блин. Тут надо конкретика. Надо, чтобы эта машинка приехала сюда, как минимум, да, чтобы нам все рассказали и показали. И мы все посмотрели. Вот тогда можно как-то это будет прокомментировать. Так, давайте-ка все-таки по сборке мотора. Тимур, верхние крышки у нас не перепутаны. Нет. Все стоит на своих местах. Вот здесь вот сбоку у нас нет никаких следов разлома верхней и нижней части, что говорит о том, что мы не ошиблись. Устанавливая верхней крышки. Ты затянул болты? Да. Ну-ка, давай-ка затяни еще раз. А там из 700 километров от темы-то ушли. Усилие какое? 45. 45 ньютонов по метр. Так вот, по аналогии с гуляющим от одной стенки цилиндра до другой поршнем, шатун. Вот это вот, да, 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 вот это вот для данного мотора тоже абсолютно нормально, не пугайтесь. То есть вроде бы как бы у вас с коленчатым валом все хорошо, вроде бы как бы вы поставили новые вкладыши вверх-вниз, допустим. Вы затянули, вы даже болты заменили и затянули их с предписанным усилием. Вот это останется с вами надолго, это нормально. Солдатские ремни не надо подкладывать. Копирки, бумажки тоже. Я уже пробовал, мне помогает. Лёвый пистолет? У меня еще протянули, посмотри. Парин Кагниров пишет. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня дети 1,4, ТСА, 15-го года выпуска, двигатель СА. Пробег 180 тысяч. Появился звук на двигателе. Не гидрики и не шатун. Говорят мастера распредвал впускной или выпускной. Вопрос. Стоит ли ремонтировать или купить в УДВС? Сложно что-то вам подсказать, не слышу, что же там у вас стучит. На самом деле. То, что вам говорят мастера, честно, при всем уважении к вашим мастерам, мне это ни о чем не говорит. Поэтому, как минимум, запишите звук вашего видео, запишите на видео звук работы вашего двигателя. Пришлите мне ватсапом. Я надену наушнички, послушаю. И что-то как-то может быть вам подсказывает. Какой мотор? 1,4. Сахара. Сахара 1,4 стучит в предвал. Ну, мастера, говорят, что стучит. Понятно, что мастера говорят. Не слышал ни разу. Вот за всю мою большую практику не слышал ни разу. Слышал поршень стучит, слышал там же, не знаю. Все что угодно. В кодекс провернулся тоже поршень по большей дуне. Ну да. Вот. Слышит распредвал, вот это вот прям вот так вот, такая однозначность. На 180. Да, пускай даже на 180. Не важно. Я больше поверю в то, что кулачок, толкатель насоса ТНВД развалился и стучит. Ну вот я на что поверю. Да, возможно, у нас привод толкателя от ТНВД. И да, возможно, по распредвалу это как-то будет слышно. Вот с этим машина приезжает, вот по стучащими распредвавами. А потом, даже если это и стучит, распредвал, всему должно быть какое-то объяснение. Да, по какой причине он вдруг взял и застучал. Так, колено у нас затянуто, шутуны у нас затянуты. Что мы можем сделать дальше, Тимур? Что было бы удобно сейчас сделать? Поставить масляный насос. Масляный насос. А так головку лучше поставить. Я тоже об этом подумал, но можно масляный насос. Но потом пока не встать. Нет, мы не будем встать потом. Потом можно было. Давай поставим головку. Объясню, для чего. Мы будем обсуждать цепной привод. И хотелось бы его обсудить сразу. Цепной привод масляного насоса и цепной привод газораспределительного механизма. А для этого нам нужен газораспределительный механизм. Слава Васильевна спрашивает. Чугунок продольный или поперечный? Воперечный вопрос. А по-вашему как я его дергал сейчас? Продольный или поперечный? Диагонально. Продольно-поперечно. Вдоль оси коренчатого волка. Он должен ходить. Оси воли? Да. Костя и Кубе уточняют. Об этом человек не сказал. Это по поводу того, где он наездил. Я ссылку Алексею в личку кинул на Drive 2. Если интересно, может такси. Но у нас это очень. Давайте так. Неинтересен мотор. Неинтересен человек тогда, когда его мотор несет здесь. Можно будет пообщаться. Можно будет посмотреть состояние железа. И что-то конкретизировать. Еще раз говорю. На Drive можно написать все, что угодно. Честно. А Камри Бой пишет. Говорят, что Тимур открыл свой сервис по ремонту вак. И перемаливает клиента Алексея в рот. Вот так, да? Мне распалился очкарик. Вечером поговорил. Тут пришел один. Мы его хотели спросить, что случилось. На листах. Да нет причем. Просто инстаграм. Что в общем такого? Какой такой инстаграм? Я сегодня открыл инстаграм. Сегодня это просто инстаграм. Да, но я боюсь инстаграм, потому что... Да, Алексей Юрьевич не успевает все фотографировать. Да, я... Попросил об этом Тимура Олеговича. Говорю, Тимур Олегович, у тебя времени чуть побольше. Говорю, ты давай, говорю, заведи свой инстаграм, говорю, и уже начни вот этот наш бардак каждый день фотографировать. И что вы думаете? Нет. Какие первые фотографии у Тимура в инстаграме, Тимур, расскажи нам, пожалуйста. Как Тимур отдыхает? Как Тимур жрет, блядь? Какая у Тимура тачка? Как красиво она смотрится в темноте? Ну, это так. А лифталук есть? Начало. С чего-то надо было начинать. Ладно, посмеялись, хватит. Прокладка головки блока, поставить ее другой стороной можно, нет? Наверное, можно, но не нужно. У нас есть направляющие, которые мы не забываем вставлять в блок цилиндров. Почему? Потому что, когда снимается головка, направляющие у нас остаются в головке блока. Но оттуда их надо извлечь, поставить в блок, накинуть на них прокладочку. Тимур Олегович, давай башку. Башку мы немножко подсобрали, дабы ускорить нашу сегодняшнюю трансляцию. Потому что Алексей Юрьевич сегодня занят. Очень важными делами. Что же мы ускорили здесь? Давайте так быстренько пробежим. Установили мы так называемую топливную рампу. Она идет со впускным коллектором. Антош, покажи еще снизу. У нас снизу у нас расположены 4 форсуночки топливные. Раз, два, три, четыре. Мы их потом обязательно подключим, когда соберем. Устанавливать этот мотор в автомобиль. Свет тебе нужен? Да, мы будем притягивать ГБЦ на стенде. Я знаю, на что вы намекаете, но мы так и сделаем. То есть, здесь мы установили топливную рампу. Сверху мы поставили все рокера, толкатели клапанов. Установили уплотнительные колечки свечных отверстий. И самое главное, мы не забыли поставить сетчатый фильтр. Почему? Почему мы его не забыли поставить? Потому что нам надо, чтобы мы завели мотор. У нас было давление масла. И вам тоже очень настоятельно советую вот это вот углубление, которое сделано в головке блока. Давайте Антон покажем углубление в головке блока. У меня тут товарищ пытался, меня очень долго пытался. Говорит, Алексей, я снял сетчатый фильтр, а под ним нет обратного клапана. Вот в нашем случае его тоже нет. У нас есть углубление под фильтр сетчатый. У нас есть масляный канал. Никаких обратных клапанов в головке блока тут нет. По крайней мере, мне не попадалось. С этими крюками не очень удобно было, да? С этими крюками не очень удобно. Ну что? Вот и тяни с этой стороны, как будто ты на машине собираешься. В момент затяжки-то у нас какой? 40? 40. Плюс 2-2. Не-не-не-не, подожди. Давай 40. Пока что? Давай пока 40. Сап, ты там всех клиентов переманил. Да. Остальные ко мне поют. У нас сейчас три потока, три направления. Один по старинке едет ко мне, другой уже звонит Тимуру в инстаграм. Это более продвинутый. Или директ, это более продвинутый. А третий, кого Сап успела плавить на трансляции. Третий, кого Сап успела работать в прямом эфире, едут в сады. Пацаны, есть скидки, акции. Черные пятницы. Черные пятницы? Черные дни. Вот это ты сейчас дал. Стоп, стоп. Ты же уже сделал 40. Да. И что ты делаешь? Повторный круг. Повторный круг. А зачем? Центральные, они немножко оседают. То есть ты пробежался 40 в разные стороны, надо что сделать еще раз пробежаться. Если мы пойдем. Ага, ну давай, давай, второй раз попробуем 40. Вот. Все сделаем 40. Ну да, думаю, надо что-нибудь взять. Ну и третий. Контроль. Не спеши. А, то есть сейчас все четко. Да. Все. То есть сделали 40. Все 10 болтов сделали еще раз 40. И на третьей попытке себя проконтролировали. То есть если центральные болты у нас не просили, то вот это вот равномерность затяжки болтов, равномерность подачи масляных форсунок спрашивают. Больше меня волнует момент равномерности затяжки болтов, головки, блококрепления. Вот сейчас они равномерно все по 40 затянуты. Ты можешь все там шепчепать. Говорят у тех, кто мукой бодяжит, белые козюли растут. На третьей попытке. Раз. Так, теперь мы затягиваем 10 болтов. Дотягиваем их на 90 градусов. Павел Шалер спрашивает. Добрый вечер. Такой вопрос. Двигатель 1.2CJZ. Расход масла 200-300 грамм на 1000 километров. Выкручиваю свечи. Резьба вся в масле. На электроне масляного нагара нет. Резьба свечи в масле. Заранее спасибо. Мотор 1.2CJZ. Резьба. Резьба. мотор недавно разбирали его в прямом стиле оказывали что собой представляют колечки показывали как сильно болтаются поршни двигателя показывали варианты замены этих колечек что еще обсуждалось обсуждались проблемы обсуждались проблемные головки бог это я сделал встречный вопрос расход масла на двигателе 1214 давайте округлим я 211 200 300 грамм у вас самого начала момента эксплуатации автомобиля вашего или же вы все-таки какую-то соточку там успели накатать просто сразу напрашивается два ответа если у вас расход масла самого начала то скорее всего с вашими поршневыми кольцами все в порядке и скорее всего проблем от головки бога какая-то одна из направляющих в лучшем случае одна худшем случае 16 оказалось бракованными и вот вы имеете ваш такой небольшой расход сравнительно небольшой почему сравнительно расход на самом деле для 5 литров на тысячу доходит вот так вот между нами говорят все зависит от того сколько направляющих у вас у косячных начальном этапе головки блока если мы сейчас о них разговариваем они очень активно менялись то есть никто не ездил с расходом 200-300 никто не ездил с расходом там литр два три ехали дилеру напрямую и задавали вопрос а почему это на наших новых машинах так он живет масло менялись головки сейчас естественный износ плюс момента закоксовки сейчас уже машины едут по двум причинам по причинам убитых направляющих гбц и по причинам закоксованных дренажных отверстий масло-съемных колец поэтому вот мне бы конкретики чуть чуть побольше кстати так на будущее когда мне пишите алексей скоб стоит цдб перебрать да или же почему у вас капитал вы хотя бы конкретизируйте пробег там есть пробег расскажи мне пожалуйста пробег понимал не по понимать вот пробег вашего двигателя и начало при каком пробеге массажер начался при нулевом как когда вы из салона выехали либо вы все-таки свои сто тысяч проехали тогда можно будет ткнуть пальцем там в сторону головки и в сторону поршневых колец что могу сказать еще по 1,2 1,4 пожалуйста на драйве я выложил всю известную мне информацию когда завод перестал ставить проблемные головки якобы перестал когда завод с какого номера двигателя начал устанавливать модернизированные поршни лишенные массажера то есть так вот посленно почитав ознакомившись с информацией вы можете определить сопоставив информацию с маркировкой вашей гбц вы можете определить насколько она проблемная и что за поршни у вас стоят повторюсь проблема 2 что конкретно у вас либо больше конкретики либо уже как а вот исходя из моих рукописей на драйве пожалуйста выясняйте на стенде блок испытывает напряжение от болтов со стороны кпп лучше ли обтянуть кбц на напряженном моторе а почему вы нам не задали вопрос когда мы колено притягивать такой встречный давайте вообще на земле его соберем чтобы никакого напряжения не магнитные подушки бабушки на этот по такому принципу в гаражах моторок и собирают минералы полезные микроэлементы чтобы парит к герам продолжение к своему вопросу это вопрос про шум распредвала появился появился после того как загорелся чек ошибка датчика распредвала уже 40 удачи положение количество вала g-28 перескоп цепи соответствие сигналов замену грм делали с фазорегулятора уже после шум остался ну так вот наверное надо немножко истории я вам так и говорю шум просто так не появляется в вашем случае ошибка по фазам свидетельствует о чем о перескоке цепного привода грм перескочила цепь скорее всего как вариант произошел контакт между поршнем и клапаном подависи на пожалуйста как вариант у вас что могло произойти слетел один или несколько или вот так вот это все происходит вашему двигателю да да как вариант у вас что-то там шумит шумит распредвал или же шумит загнутый клапан или ничем не зафиксированный верхний рычаг от этого другое дело гадать даже создадать какой смысл гадать у вас вообще ошибка по фазам так вариант перескоп цепи блин вообще надо быть очень отчаянным человеком чтобы заменить цепь и запустить двигатель услышать какие-то шумы и ждать пока я включу прямую процессу чтобы не задать вопрос разбираться надо с двигателем изначально как минимум разобрать мотор нет как максимум разобрать мотор как минимум это перед тем как обновлять цепной привод достаточно трудоемкой работа на данном моторе открутить свечки залезть эндоскопом и посмотреть не было ли контакта поршень клапан если он был пожалуйста у всех есть китайские камеры сейчас подключайте их к телефону смотрите нет и следов контакта если следы контакта были испытывать судьбу или там обогащать сервисы которые готовы вам сначала поменять цепной привод а потом уже разбирать двигатель еще раз грузнет ваше право конечно я бы я по-другому поступил артур спрашиваем раз как сошку и будет видео раз как сотку видео шуточная что надо что-то расфиксовать не раскацовываем детки мы тут моторы ремонтируем мы раскацовкой занимаемся что вы хотите неужели мало на самом деле неужели мало видео в интернете на телу раскацовки надо чтобы тоже что-то сняли я в свое время снял на канале там где-то самом начале еще можно посмотреть уточнить что мы сделали тимур олег нам нанес герметик леной красивый свечные вот здесь на эти места почему не нанес то что здесь уплотнительные кольца резиночки у нас правильно постель мы ставим верхнюю в каком состоянии у нас в фиксатор стоит такой же сразу ли не моторист ни разу ни разу не моторист вот такая вот черная штучка распредвалы у нас сейчас зафиксированы в установочном положении вот чуть позже мы зафиксируем и коленчатый вал и будем сопоставлять все это дело при помощи цепи грм задача сейчас какая помните как показывал что при перескоке цепи могут убежать в разные стороны наши рокера так вот наша сейчас с вами задача одеть верхнюю постель распредвалок верхнюю часть головки так чтобы рокера никуда не сбежали вот если открыть если открыть нашу бабушку эльзу она предписывает взять две шпильки и по шпилькам опустить чтобы это было ровно если кто-то в себе не уверен а я в себе уверен отец двоих детей все-таки попал попал мне две шпильки направляющие не надо я так попал оставьте себе добрый вечер денис максаков пишет добрый вечер скажите пожалуйста холодно 14 пропуски на холодную бэйл и грех это у нас что 14 время на бутылму компрессор собственно так вот основа двигателя такая чем может быть проблема проблема может быть нагарообразованием на пуске а давай знаешь что сделаем вот такой картины при своем пробеге доход отлично при своем пробеге 160 тысяч вы там не увидите видите вы там которая что нам делает она нам нарушает счетная расчетную подачу воздуха в цилиндр расчетное завихрение воздуха то есть смесь образования нарушается и мотор работает с пропусками мотор работает с пропусками пока не прогреется датчик кислорода пока он не поймет что что-то что-то идет не так в работе двигателя и не начнет корректировать смесь то есть ваша задача ваша задача на вашем бы вы видите ну грубо говоря открываете вы капот до мотор у вас стоит вот так здесь вы видите что вы видите топливную рамку впускной коллектор распределительную трубу дроссельную заслонку то есть все это дело надо не фрагментировать и опять же покажи мне вот сюда вот все конечно красиво вот у нас на сахе да вроде как бы большие отверстия коллектора да и можно залезть них но на будем играть и на своем вы столкнетесь со встроенной со встроенной системы изменения геометрии впускного коллектора простонародье вы увидите здесь заслонки и если там на том же cdb в эти заслонки благополучно взяли и вытащили то здесь они как бы встроены на века и ничего с ними не сделайте это раз так устроена не у нас по моему даже урана только вчера собрали на самом деле ну вот как то так залезть почистить клапана на самом деле достаточно проблематичного предыдущий вопрос был про раскоксов может быть вот в данном случае соглашусь окей выбирайте там три неработающих цилиндра заливайте куда эту жижу пробуйте как это все потом на кашу это оттуда вычищать третье попытки должно помочь она вредить можно навредить можно кашу можно попытаться удалить а можно а можно и не удалить в любом случае вы ее до конца не удалите и в любом случае вот этих моторов такой вот системой встроенных заслонок каши это вам попадет на рабочую поверхность между седлом клапана и самим клапаном то есть не удивляйтесь если вдруг после раскоксовки вы попытаетесь запустить двигатель у вас будет нулевая компрессия проблема древние куча народа уже потаскала свою машину на веревке то есть восстановить компрессии вариант 2 либо ли простой путь снять башку почистить все это дело либо сложный путь снять несколько раз коллектор попытаться что-то расфиксовать очень проще позвучить вопрос была ли модернизация опоры распредвалов на моторе cj с а опору с большей опорной поверхности и более узким масляным каналом двигатель выпущен 30 на 3 2017 года так конкрет во первых модернизация сама по себе было два вида опор секундочку 3 3 вещи огонь вода и работающий человек да очень хороший вопрос собираем мы сегодня сахун но проблема то есть и проблемы моторов 3 придется мне кажется работать очень долго опорный кронштейн буквы h на конце сегодня задавали вопрос алексей а как же определить какой именно у меня опорный кронштейн давайте так сделаем как определиться по у нас есть старый опор вот у тебя в руках машинка какого года у тебя нет у нас буковкой f это у нас вот здесь пальцем не буду показывать это у нас старого образца и вот это вот опора 15 года с буковкой h это нового образца дядьки проблема не настолько острая чтобы завод конкретизировал этот момент да он нам выпустил новую опору да он нам написал несколько может и поик насчет насчет того что это надо делать надо менять другой вопрос нет конкретной информации с какого номера двигателя либо с какой даты завод начал устанавливать вот эти опоры со у нас исходный запрос какой какой там год то был 2018 год скорее всего у вас не только опора нового образца но и вернули высокую какую высокую первичную скажем так первичную производительность масляного насоса то есть откатились назад вот от этого супер пупер масляного насоса который дает нам пониженное давление на моторах третьего поколения информации нет но вы всегда не так сложно на мой взгляд скрыть верхнюю крышку посмотреть что за буковка у вас на опоре если уж вас так интересует этот вопрос еще на самом деле такой вот совет вот 50 тысяч откатали возьмите просто вот эту баланку выкиньте вот этот номерок закажите и поставьте себе новую опору штукой за 80 тысяч за 8 тысяч рублей вы себе продлите жизнь головки блока стоимостью 90 тысяч рублей поэтому на мой взгляд очень очень-очень такая вот полезная штука вложение ваших средств тут как банки да вот есть какая-то сумма мы бежим в банк и вкладываем вкладываем да вот купите себе опору вложите свой двигатель и получите со временем дивиденды тем временем что ты тут взял затянул нам опору пошел затянул на верхнюю часть постели с моментом с каким моментом 12 постели у нас постели у вас установлена распредвала зафиксированы давайте что сделаем ставим натяжитель цепи устанавливаем пуланки успокоителей уж возьми вот отсюда вот так прям поставь и пускай и пускай он как-нибудь ставит нет ни кофе брак самое главное чтобы это было видно бери пункт хотя давай может быть не планки да а давай вот сейчас чем масляный насос как ты говорил чуть ранее но мне хочется вот такой вот вид иметь именно вот такой вид почему потому что нас будут смотреть товарищи которые будут менять цепь они будут менять ремкомплект и да они не будут а кстати хорошая идея пускай переворачивает экран вот и разберут они свой двигатель вот примерно до такого вот состояния то есть для того чтобы поменять вот эту шестеренку им придется снять масло насос при этом будет стоять головка при этом будет стоять постель давай-ка поставим масляный насос чуть-чуть прольешь его прольешь наверное зальешь его масло да потому что почему на сухой плот работ ну дабы не образовалась направляющие на 2 на месте стоит покажите что за направляющие то пластиковые направляющие которые нам ставят насос именно туда куда он должен стоять алексей а можно мне на а я тоже цмб это у нас что 1 2 1 и 4 который мы тут этот самый который мы знаете сделал ступор встали дать так вот все на том же на чем мы остановились прошлый раз я уже говорил в начале трансляции так собственно говоря ничего не изменилось машинку у нас мотор у нас головка блока в механике пытаются поменять тонкие направляющие так происходит жесть у нас удлинитель нет есть есть а какой усилита 20 20 на самом деле нам задали серьезный вопрос мы тактично с него съехали сейчас какая судьба того того блока цилиндра над которым будут стояли как 4 поршула да вон он валяется думаем думаем ждем головку ждем результатов по головке что нам что вам все-таки делают машинки поехали я вам так скажу машинки поехали с дорогами блока машина очень много если скажем так на 50 пополам разделить 50 процентов машину нас уехала просто заменой колец сейчас сабри в работе машинка на которую мы заказали поршни по причине того кстати где пошли то давай посмотрим вот те поршни которые у нас раскоксовка в поршни ты меняем на последние 4 давай-ка их поищем они не вот там кстати лежат внизу такие бели-бели нет это с этого мотора это с этого и и это с гальфа где есть есть алексей да ты хочешь мне эту штуку на еду да можно я буду такой момент как отец двоих детей да давайте так кучу информации какая у меня будет звездочка да какая у меня будет цепь здесь у нас цепь 18 звезды тут у нас все просто ремкомплект c обычная цепь не роликовая то есть здесь мы обновляем только цепной привод грм цепной привод масляного насоса мы здесь не трогаем оставляем его старым а можно чем-нибудь вот не вот эту зубочистку а чем-нибудь другое 5-20 вот закрутишь остановить половина машин как я говорил 1 и 4 уходит временный временный 1 и 4 уходит у нас замена колец половина машин уходит с ремонтом головки блока добавляют замена направляющих замене колец есть такие случаи когда у нас машинки приезжают после так называемых раскоксовки и это к вопросу съедают ли современные раскоксовки наше напыление на поршнях давайте вот так вот сделаем съедают съедают это не какой-то износ это именно разрушение антифрикционного покрытия при этом справилась ли наша раскоксовка давай вот так вот чуть чуть подальше отклонитесь тимур нам фонарик нужен то есть сказать что у нас прям какой-то чистый верхний слой тут нет не скажу что что есть вот это вот эту это масло которое прошло через поршневые кольца которое прошло непосредственно в камеру сгорания а раскоксовка как раз таки вот она нет убитый убитый антифрикцион это понятно дренажи в чем же проблема давайте еще раз занимаемся ли мы раскоксовкой чуть подальше свет не занимаемся потому что да нет никакого в этом смысла вот поршни которые к нам приехали поршни мотора 1 и 4 которые к нам приехали сразу после раскоксовки на пробеге 160 . вот собри даже помнит пробег этой машинки давай я тряпочкой протру нагар вот это у нас колечко это у нас коробчатое кольцо с забитыми дренажными отверстиями вот а напомни мне какой там был вопрос я опять же что там с тем мотором что с тем мотором мы вот честно не знаю что делать до сих пор ответа от подрядчика я так и не дождался по поводу гильзовки даже если он и будет наверное наверное все таки это экономически невыгодно давайте так гильзовка во что нам обойдется гильзовка то есть установка каждой гильзы стоит 5000 рублей плюс восстановление скажем так плоскости после гильзовки ну пускай еще там и так давайте до 25 округлим каждый поршень стоит 12 500 это 50 тысяч рублей плюс 25 это 75 тысяч сейчас обойдется только восстановление блока цилиндров честно мне конечно это интересно вам это интересно для будущего возможно это интересно тоже будет это работать или нет но собрать сейчас клиента 75 тысяч рублей за наш вот такой вот интерес мне кажется это не очень честно по отношению к нашему клиенту вот то есть за 75 тысяч рублей сейчас можно пойти и купить двигатель 1 и 4 даже можно его просто тупо поставить и все будет работать какое-то время поэтому вопрос сейчас открыт ну я думаю что то что то придумаем но точно сейчас это не будет вариант ремонта блок головка блока окей головка блока процесс ремонта на важен да мы этим занимаемся да это будет сделано на той машине вопрос с блоком вообще будем ли мы там что то делать напомню там 4 новых поршня наборные колечки честно говоря очень хочется так все собрать и честно она будет работать вот ладно давайте вернемся вернемся все-таки к нашему 1 и 4 цепному сахар так называемому просто народе установили масляный насос закрутили три болта крепления с моментом 20 установили на хитритель установили цепной привод и два болтика мы затянули дать море да ставим планки успокоителей алексей хлопенков спрашивает не подскажете при тестовой поездке после ремонта на какие параметры вы обращаете внимание первое это пропуске зажигания такой самый основной как при холостом ходу мы их смотрим так и при движении второе откаты по каждому цилиндру третье давление надува тем самым мы определяем вот вы мне часто вопрос задаете кстати давайте здесь вот сейчас расскажу про параметры давление надува и давление топлива плюс датчики сворода качество смеси давление надува вот вы мне каждый раз в инстаграме пишите алексей какого хрена вы выкладываете разрушенный поршень и не пишите при каком пробеге это произошло а еще пожалуйста указывайте чипованная машина или нет и как часто клиент менял масло и какое масло он лил и вообще где он его менял и зачем все это конечно хорошо все это конечно хорошо ну вот попробуйте добиться правда зачастую некоторые клиенты а у нас сейчас машина далеко не через одни руки проходят перед тем как до нас добраться они даже и не знают чипованную машина или нет и вот по давлению надува мы как раз это дело и смотрим то есть насколько давление надува то которые мы имеем а в ритмах драйве соответствует заводским параметрам то же самое датчик кислорода да если мы видим слишком богатую смесь но как вариант ее кто-то тупо скорректировал чтобы погасить тем самым детонацию неконтролируемую детонацию то есть мы добавляем чипу и наши машинки мы добавляем зажигание делаем раньше мы добавляем воздуха мы добавляем топлива мы думаем что понимаем что такое топливные карты а на самом деле зачем это всем заморачиваться давайте лучше сделаем топлива чуть больше и все у вас будет хорошо вот ну вот как-то смотрим смотрим катаемся у меня по три по четыре до здравия иногда вы сергей делаем если машинка пришла к примеру там с разрушением поршня либо с типовым прихватом вот к примеру в субботу мы собрали турант 14 который к нам приехал с разрушением поршня машинку я не отдам почему потому что завтра у меня придет серьезный завтра этот первый тест драйв я сам уже сделал так небольшое понимание есть но будет еще несколько тест драйвов уже непосредственно сделать так тем временем тимур олегович что ж ты нам тут надел стопор коленчатого вала антош покажи пожалуйста куда тимуру вода то есть распредвалы у нас зафиксированы коленчатый вал мы сейчас тоже зафиксирует предыдущий мотор мы по моему собирали турбокомпрессор мы собирали с индикатором сегодня давайте если интересно можете поискать вот с помощью такой штучки выставляли в мт сегодня мы чуть-чуть обманем судьбу мы выставим в мтс при помощи у нас легкая детонация бензин попробую не получается знаете у нас сейчас машинки то они на самом деле все едут с легкой детонацией детонация вот эта легкая она исчезает после чего после того как мы восстанавливаем номинальную целостность двигателя то есть убираем масло из камеры сгорания убираем нагар с клапанов притираем клапана возобновляем целостность поверхности прилегания седла и клапана обращение очень много пожалуйста какой бы я бензин не пробовал я слышу детонацию да я слышу пальцы я слышу как звенят поршу не говорят все решается восстановлением номинальной целостности вот если вопрос что основное количество подобных обращений конечно же это лето жаркие погодные условия потом зимой происходит почему у вас детонация хороший вопрос начните с показателей температуры воздуха не глючит ли у вас вообще-то датчик ваш у вас коррекция смесь образования может быть по датчику температуры наружный воздух ну как варь как один из вариантов пожалуйста не там какие-то отклонения да вы будете слышать звон перекладки позже так давайте немножко тормозням с вопросами цепной привод книжку поставил не показал но поставила не указал показал сучку показал покрутил поставил что вы имеем мы имеем регулятор фаз мы имеем звездочку имеем еще одну звездочку мы имеем цель которая все это дело соединяет мы имеем натяжитель который нашу цепь натягивает мы имеем стопор распредвалов стопор колена уперся до дайте мне еще раз ключ остается сделать такой ситуации опять же вспоминаем предыдущую трансляцию когда у нас было примерно все то же самое только за место цепи был ремень мы собирали тогда мотор 12 по моему но 1214 неважно ременный привод я сказал что а там такая же была картина то есть у нас все здесь стопор здесь стопор вы тут накинули ремень натянули его и счастлива поставили мотор и пошли по домам здесь здесь мы немножко по другой картине пойдем здесь у нас цепь и вот так вот скажем так обмануть судьбу здесь обман пытаться обмануть судьбу здесь не очень хорошо поэтому давайте все таки это сделаем как предписывает бабушка эльза у нас везде номинальное положение как я и говорил мы затянем этот болт затянем этот болт с каким усилием давай я подержу коленчатый волк и у нас затянешь вот этот болтик с моментом 50 у него обратная резьба я держу по часовой стрелке тимур закручивает против второй стрелке с моментом 50 давайте тоже закрутим с моментом 50 держать уже ничего не надо почему потому что у нас здесь зафиксировано там фиксатор работает сейчас уже ничего не сместится болты затянули снимаем с топора нижний и верхний что мы делаем где наш маркер поставим меточку понимать где у вас в нт и сделаем два оборота коленчатого вала ставим стопор упрям в него коленчатый вал теперь пошли туда правильность установки фаз правильность фиксации болтов она сейчас будет оцениваться каким образом то есть при заново выставленный в мт коленчатого в мт первого поршня то есть стопор коленчатого вала у нас уперся у нас шаблон должен относительно беспрепятственно относительно сейчас установиться верхнюю часть постели то есть если у нас топор встал то что мы делаем дальше затягивать у нас все хорошо нам надо сделать финишную затяжку 90 возьми антошку посмотри покажи пожалуйста ставим нашу черву поддержим то есть несмотря на то что фиксатор как несмотря на то что у нас сзади стоит фиксатор и вроде бы как бы фиксирует повы поможем нашему фиксатор у нас дорогой оригинальный поможем ему вот такой вот контур опорой то есть я же тимур держит по часовой я хочу против часовой давайте сделаем еще дальше нам надо затянуть на 24 то же самое тимур придерживает есть тимур придерживает нашу шестерня против часовой я доворачиваю собственно говоря вот она вот и есть установка фаз газораспределение на 14 цепном моторе серия 111 можно сделать дальше после всех этих манипуляций проверить протяжитель как затем еще раз проверить как затянут натяжитель масляного насоса нанести герметик на стыке у нас есть стыке гбц блоком цилиндров и постели головки блок как бизнеса в город написано и говорю поход крышка крышка цепного привода что мы с ней сделали мы установили в нее сальник с обратной стороны мы поставили колечки уплотнительный не забываем давайте еще знаете что не забудем тимур можно тебя попросить вот такой вот торт найти самый-самый маленький нет он вот тогда возьми ключик и давай чуть-чуть протянем все эти болты твоя задача поймать момент между финишной затяжкой и началом разрушения корпуса я понимаю маслоотделителя если что у меня такой же здесь как будто крутили в том-то в том-то весе прикол что эти болтики они могут откручиваться все-все-все затянуть не надо его ломать не был готов так вот что мы делаем дальше ну извините извините если вот это успокоитель то вы батенька я правильно говорю давайте уже проясним да антон сделай на общий план что есть натяжитель что есть успокоитель что есть башмак натяжителя в данном случае вот это натяжитель вот это башмак натяжителя вот это успокоитель вот это башмак он же натяжитель то есть подпружиненный башмак давайте его считать натяжителем цепи масляного насоса давай прежде чем ставить эту прокладочку открутим вот этот болт снимем вот эту втулку потому что я умею протаскивать сальник через тупу но эти как-то упростил это не тот вариант что нам сейчас поставишь прокладочку мы ставим на направляющие сверху помазали герметиком снизу направляющие и она у нас очень даже неплохо сидит на своем месте красота на фотографии антош в инстаграм мне этот тимур прерогать надо было на ладно хотя бы парочка тимур сзади слева теперь смотря уже вот тут у нас уже да у нас разделение на три части мечты уже да я 4 не 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 я это своем инстаграме я только часы до ножи публику будет ссылочка на инстаграм я вам даже больше скажу сегодня мы вам не покажем как устанавливается задний сальник на этом двигателе тут уже успели заметить почему потому что мотор на стенде у нас висит сегодня это будет неудобно но в описании к этому видео я добавлю ссылочку в инстаграм и там будет как раз ссылочка на видео как же устанавливается сальник на данный мотор то есть совместим приятное с полезным да про пиаре мой инстаграм наконец мой инстаграм да и за мной покажем как же устанавливается сальник что ты расстроена твой инстаграм про пиарим следующий так вот кинжирю я уже не натягиваю а выбирает провисающее плечо я не буду больше приятного приятного предатель показать старый натяжитель цепи в каком он состоянии, а то у меня с морозами при запуске господа, что есть натяжитель цепи и что можно определить по его состоянию и самое главное когда это надо делать. Затрещало у вас что-то, снимаете крышечку, вот сейчас Тимур закрутил болты, в обратной последовательности снимаете, снимаете крышечку и смотрите, скажем так, длину плонжера, насколько сильно он вышел из корпуса натяжителя. Здесь мы, наверное, не уточнили этот момент, но опять же в моем инстаграме есть фотка, я тоже ее найду завтра и покажу два варианта. Там фотка такая разделенная напополам, грубо говоря, в каком состоянии обычно прибывает натяжитель цепи, когда он работает в паре со старой цепью, то есть показывает нам насколько растянута старая цепь и в каком состоянии прибывает натяжитель цепи, когда он работает в паре с новой цепью. То есть, по сути, с натяжителем цепи ничего не бывает. По, еще раз повторю, по вытянутости плонжера мы имеем возможность наблюдать состояние цепи, насколько сильно она вытянута. Вот опять же задавали вопрос в начале трансляции, давайте как-то усредним, да, все возможные факты. 120 тысяч, не надо дожидаться, пока там что-то при холодном запасе зазвенит, уже тупо позвоните мне, Сабри, Тимуру. Напишите в инстаграм. Разные старые натяжители? У нас есть старые натяжители? Сабри, где он вообще старый натяжитель без фиктации обратного хода к лунгеру? Потому что старые, что новые, они выглядят одинаково. Давайте, давайте, Антон, давайте сделаем нашу трансляцию интересную, действительно. Идите-ка сюда. Подожжем-то здесь? Наконец-то. Показать, что ли, нечего, да? Ремкомплект С. 03С 198 229С. Есть еще Б, если интересно, если кто-то еще не знает, могу потом рассказать, чем отличаются. Что же собой представляет, давайте посмотрим, что же собой представляет ремкомплект. Натяжитель. Видно? Натяжитель. Звездочка цепного привода. Интересный анбоксинг. Верхняя. Регулятор фаз. Такая еще одна верхняя звездочка цепного привода. Звездочка цепного привода нижняя. И мы к ней сейчас еще вернемся. Так же, как и к натяжителю. Знаешь, ты мне сейчас напомнил фильм? Как ты меня подстриг? Нормально. Посмотри. Вот. Вот такая вот тебя теперь стрижка. Видишь, да? Вот. И сама цепь, собственно говоря. Ладно, все это не интересно. Натяжитель цепи. Да что мы тут начали-то? Что же он собой представляет натяжитель цепи? Нет. А, ну, планки-успокоители мы сегодня их уже показывали. Все это тоже есть в комплекте. Да, планки-успокоители. Так вот, что есть натяжитель? Это такая вот штука, которая, вот самая главная ее особенность, как нового образца, так и старого образца, она не имеет фиксацию обратного хода. Сейчас мы сравним с натяжителем на 1,8. Попробуем вот так вот сделать на натяжителе 1,8. Сразу скажу, что ничего не получится. Вот. Так вот. Вот. Величина выхода плунжера из корпуса, она нам показывает, насколько сильно растянута цепь. Так вот, машинки приезжают, ну, грубо говоря, на пробеге том же 120, да? У них плунжер торчит где-то в среднем вот так вот. Вот. Когда мы ставим новую цепь, оно вот так вот. Когда это пробег 200, оно вот так вот. Как раз таки провисающее плечо убирается тут пружинкой, установленную внутри. Да, главное, если я потом соберу, когда-нибудь, наверно. Давайте еще немножко про натяжители. Как бы хотелось бы, чтобы он выглядел, да? Да. Давайте посмотрим натяжитель цепи 1,8. Понятно, что трансляция 1,4. Что-то, кипец. Он, по сути, такой же, как на 1,8, да? Да? Ну, ты что ты говоришь? Ты в шоке, да? А почему-то они должны отличаться. Ты знал? Единственное отличие – это фиксация обратного входа. Антош, я просто не смогу его обратно запихнуть. И вот, как бы, да, цепь наша растянулась, но обратно нам вот эта вот собачка, она не даст. Да, у нее, конечно, есть свободный ход, да? И это, как бы, сделано тоже не просто так. Это сделано, чтобы нам сохранить нашу цепь, чтобы она, эффект демпфирования хоть немножко был на натяжителе. Вот, но, вот была бы такая конструкция натяжителя цепи, честно говоря, мотору Саха цены бы не было. Но у нас из года в год, да, вот такая вот шляпа. А я опять разобрал, да? Я в тебе верю, ты все соберешь. У тебя вариантов нет. Тимур, болтык мы затянули передней крышки. Да. И прямо вот все динамику пробежались. Да. Нет, остались 2 на 16, они с моментом… Они не 2 на 16, а 3, 3, 3, 3. А можно теперь я тоже, как пробегусь, а то мы сейчас тут соберем мотор. Вот, 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 готовь динамик на 16 с моментом 50. Мутором! Мутором! что очень настоятельно советую вам менять при обновлении цепного привода очень часто очень часто мне задают вопрос а вот втулка она стоит целую тысячу рублей целую тысячу рублей она стоит кстати где сальник сальник у нас стоит он кстати тоже стоит 1000 рублей но вот для того чтобы эти две тысячи рублей работали нормально да вот эту вот кучку да с износом рабочей поверхности причем старого образца довите грибок сейчас вот просунуть ее через сальник будет крайне проблематично невозможно вот заменить ее на втулочку нового образца плюс не забудьте установить вон там вот внутри колечко резиновое одевается очень просто вставляется сразу хочу заметить что у нас пишет программа по подбору запчастей для турбокомпрессора и данного узла комплект комплект шайб с алмазным напалением которые ставятся с одной и другой страны это так чтобы все это поплотнее было вот на данном моторе эти шайбы не предусмотрены здесь все как бы вроде бы как бы все просто окей что можно сделать дальше давайте поставим закончим с этим углом их коленчатого возьмем наш новый болт новый болт возьмем а почему новый вот здесь болты колено поменяли балки и крыши крыши коренных поменяли нет старый потеряли нет много старых болтов антон морей всегда оценивать почему же новый бой потому что у него момент усилий ты момент затяжки мы делаем момент затяжки давайте начало да действительно сделаем 150 тимур где наши где наши кочерга давайте говорит возьмем спец инструмент по имени сабрика чтобы ничего не сломать предплечье там ключицу или сабрика позвать и нормально отец двоих детей не надо мне разрушение лопнувшие блоки цилиндров не надо при всем уважении все хорошо вовремя там никак перемотать название к сожалению я могу только зациклить этот момент пробуем еще раз стопор коленчатого вала убрали да блок цилиндров не лопнет при 150 ньютонов на метр а потом до ворот вот сейчас ракурс прям для изгиба ключа самый ток на месте вообще мотор крутится давайте попробуем давайте попробуем действительно что чуть не ты же чуть затягивай привет шипит мы наверное обратно крутим стопор коленчатого вала когда устанавливается сальник коленчатого вала а сейчас давай установим помпу ну опять же да поскольку мы уже с этой стороны давай уже все закончим все что мы можем себе позволить сегодня покажем что покажем грязную помпу да нормально помпучить нормально кстати рабочие там покажи помпу потому что в прошлый раз у нас что-то там с крыльчаткой было вот чуть-чуть бачком ее поверните приятно было да и покруплять я еще черт а где фонарик у нас на столе фонарик что у нас там с лопастями то сколько их можно будет посмотреть так много при этом хорошие при этом моторы эти ни хрена не греются да я заметил грусть печаль не греется зимой тяжко тебя на таком моторе есть за мостом мне 800 метров из этих соображений купил такую машину что там вообще тишина понедельник 8 вечера люди рабочий день заканчивают и серьезно мне просто такой момент я воскресенье на то что могу участвовать за работой уже тут 425 3 болта крепления помпы так каким моментом мы затянем 15 нет 12 давайте 12 ee не 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 неil ты стоило реально красота красота вообще компрессор кондиционера скажу мое обращение в тот день был 8 помните компрессор кондиционера на 14 насколько я помню вот этот ролик в инстаграме где разрушение компрессора разрушение шкива на самом деле вот там все пишут мной многие написали вот производитель такой нехороший что взял и сделал нам такой шкив который разрушается но вот не просто так делаешь лучше шкив уж лучше шкив действительно кстати вопрос я так и не уточнил а то походить сюда чтобы увидеть да компрессор свою клина компрессор свою клина это вам так сказали в сервисе при этом его обслуживали что они вам целиком разобрали смотрели предмет механических повреждений сказали что все все хорошо опять что из-за чего славил то есть вас обманули не исключено компрессор не свою клина повреждений не было что было дальше какой вид ремонта вам предложили того компрессора за обслуживание мы отдали 800 рублей 900 рублей мы отдали за замену шкива и 3200 стоил сам то есть они знали мешки и покрасили компрессор шкив можно поменять отдельно вас грубо говоря взяли за диагностику при которой ничего не нашли и меняется отдельно да но к сожалению мы пытались найти его как отдельную запчасть то есть номер самой этой деталь мы найти не смогли тут как с платами дсг но то если ими занимается и в китае заказал парке и у них они есть такая же фишка с шкивом компрессор получается видимо да но этот просто кто начал специализировать на этом не специализируемся поэтому у вас пока нет таких вот продолжаем собирать наши 14 давайте уже в поддон что ли поставить у нас без поддона и так без штанов подсмотрел ехала машинка посмотрел один лайфхак по установке установки двух недосягаемых болтов сальника коленчатого вала заднего то есть вот эти вот болтики сейчас накинем поддон говоря вот так это все делается антон вот вот сюда посвяти мне пожалуйста чтобы залезть подвесть вот к этим болтиком сюда вот мы используем когда все это на машине да мы используем ключик специально вот сами ключик от все конечно хорошо с шаровой головкой тимур надень на него болтик и меня все отлично вот и все это через вот эти вот специальные отливы то есть ваша задача ну грубо говоря мотор у вас сейчас можете перевернуть экраны своих мониторов чтобы понять как это все происходит это происходит примерно вот так закручиваются вот эти два болта причем их надо еще и наживить через вот эту вот шахту да что сделали предприимчивые люди мне очень понравилось они взяли поддон и вот здесь сделали надрезы над пилы то есть что что в итоге получается надо пытаться протащить болт до через всю вот эту шахту на плавающие головки и пытаться что-то здесь вот таким образом наживить да то есть можно сделать здесь два надреза очень красиво здесь у нас будет стоять сальник с наживленными болтами и наша задача уже просунуть поддон скажем так да там даже будут направляющие можно будет направлен чтобы болты прошли через пропилы и нам остается только даже точнее закрутить затянуть с моментом очень неплохо мы с вами что мы сейчас с вами поставить поддон пилить мы его не будем сальник устанавливать мы вас такой возможности тоже сегодня нет но повторюсь у нас с вами будет ссылочка на мой на мой 100 грамм в котором я очень красиво и пациентчик у нас так молек подготавливаем поверхность обезжириваем два с половиной постояльца осталось которые просто не выключают ну так даже врач от происходит пицца господа будет у нас не ты живешь через дорогу какой макдак до макдака ближайший филионе и пока движение на стрелку давай так прошлый раз было пицца почему потому что мы отсюда спалили 12 штук не могу не показать не ругайтесь алексей при скачь спрашиваю вот ты лишь хотел вопрос хочу вот тебе вопрос был полный ремонт bzb при 80 градусах давление масла 1 и 2 при 101 бар заменили почти все кроме массовых порсунок и восстановленной постели распредвалов может ли помочь масло 550 или ездить до характерного конца что это за полный ремонт при котором вы не добрались до форсунок охлаждение поршней я так понимаю это что такое за ремонт коренные крышки вы просто вы добрались до восстановления головки блока поменяли вообще все поменяли вообще все 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 но не добрались до форсунок охлаждения с этого надо было начинать алексей почему долго нагревается двигатель холодно на улице почему нагревается двигатель объем 14 двигателя слишком мал теплоотдача два термостата разные контур там много всяких изначить в этаку слишком сложно чтобы быстро прогреть следующий мотор вот так 14 лимонный чтобы они хоть как-то прогревались чтобы хоть как-то то тепло которое можно использовать влаги в целях а это наш выпускной коллектор его интегрировали головку блока чтобы как можно быстрее прогреть двигатель чтобы как можно меньше было эффекта детонации малый объем непосредственно маленькая теплоотдача когда кажется что постоянно смотрится тестирование тогда довольно ответ на 10 ответ на 10 вопросов этого будет достаточно а вот николай оба который нам про крючок кто-то рассказывал что есть натяжитель пишет отвечает алексею сапрону потому что дырочка перепускная в пластиковом патруке слишком большая дырочка мы все ходим дырочку зато крючок артем черняков пишет сейчас я про cw я сразу закончу трансляцию вот честно у него вопрос или нет он консультировал факты ладно ладно пускай жжет андрей макаров пишет сначала так нет александр александр болот пишет особенности эксплуатации зимой греть надо или сразу ехать греть надо или сразу ехать немножко надо погреть а про какой мотор спрашивают нет просто спрашивают про собственность эксплуатации конечно надо погреть в холодную машину сели лед на лобовом а мне тут цапу мне тут сказали пен можно купить а пен да в смысле феназепам нет и бигуди еще можно купить покупаешь пен размораживаешь лобаш запускаешь и едешь а это чтобы не ехать на разогретом дверителе ну как бы есть такая теория что мотор должен прогреваться обязательно на ходу вот как бы вот так вот на холостых его греть нельзя для паяльную лампу под защиту чтобы сжечь случайно автомобиль нет пен для того чтобы на подожди 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 у нас давайте конкретизируем если взять вот этот мотор сегодня мы собираем 14 и давайте расскажем про то что такое вообще зазор между поршнем и блоком цилиндров тепловой зазор на расширение который идет между поршнем и блоком он есть по местами не имеет память полторы сотки очень маленький зазор моторов собственно говоря от того что вы будете греть не смысл того что ты его там молоко стоишь нет никакого прогрели лабаж если разговаривать про более объемные моторы там те же 18 который уже чуть больше и сказать что он завел и сразу поехал много очень даже не рекомендую если разговаривать про моторы третьего поколения ген 3 18 там 9 соток как бы я бы на вашем месте погрел если честно да и буду греть если у меня такая машина дай бог появится вот тимур поддон затянут переворачивай из турбинку пожалуйста потихоньку рената спрашивает добрый вечер товарищи алексей спасибо за список запчастей на bzb один вопрос как при такой загруженности успеваете писать посты drive 2 как проходят обычно выходные просто ушел вот так вот алексей вернется буквально когда ближайшая запись назад а можно завтра после 8 такой пацаны я короче больше запчасти не мою вот тот подъемник и перейдет мой алексей вернется да а а а а а что ты говорил сабри спрашивают как при такой как при такой загрузки еще и писать посты на на драйве дети вы посмотрите на мои посты честно говоря смешно что-то где-то урвал и быстренько попытался до вас довести без каких-то объяснений без еще чего-то на самом деле мои последние посты это вот уже конкретизированная информация по большей части снимите это поставьте то будет вам счастье как-то так честно время побольше может быть или посты в инстаграме были бы интереснее посты на драйве тоже можно было бы как-то не каждую неделю писать но двое детей двое детей двое детей воскресенье вчера к сожалению удалось вполне уделить вот поэтому не надо мне в воскресенье звонить и спрашивать алексей можно ли записаться на замену масла и надо удивляться если я вам друг грубо ответил зачем мне звонить в воскресенье и пытаетесь записаться на замену масла у нас есть антон и сюда если телефон уже всем у нас есть антон и вот его телефон я тоже выложу до любые вопросы повара что вас беспокоит вот вы звоните антону пожалуйста я да я всегда с радостью если это рабочий телефон время честно да ни на что не хватает времени сервис моторный цех сейчас работает без выходных скажи сабри у нас работает по субботам по воскресенье замещает меня здесь так вопросу очень многие раньше спрашивали почему сабри будет никогда ничего не делать делай по выходу он я в любом случае как как что-то я узнаю ценную какую-то ценную полезную информацию я любом случае пытаюсь ее освещать почему бы и нет если могу до драйв 2 это не запрещает ввести свой блог выкладывать информацию не спрашивайте откуда я беру не скажу вот источника много не надо пытаться там что-то меня спросите попросить алексея дайте мне пожалуйста вот оригинал этого документа я поеду или вы не судится ребят этим тем временем тимур олег что-то нам поставил то поставил масло охлаждитель давай его назовем теплообменник ладно у нас в этой вот чудо коробочки меняется теплом охлаждающая жидкость и масло моторное масло моторное масло да прислал вот этих лагерин садинка спрашивают мужчины а машины с моторами цепи цепи а кроме ремонт приезжают или не ломается почему не приезжают приезжают давайте конкретизируем это мотор 1 и 2 цепной из той же линейки что и вот этот приезжают что делать в основном это обслуживание цепного привода обслуживание кронштейна масляного фильтра вот есть там такая болячка последнее время очень по моему много машин приходит вы же делать но на вот это переуплотнение прокладочек кронштейна масла то есть уже масло в районе переднего сальника в общем-то как бы и не говорит о том что проблема с сальником забываем смотрим и большинстве случаев переуподняем сказать что мотор какой-то проблемный почему-то мало собственно один раз пришел 8 клапанов менять во время грейма все будет хорошо да и масло не раз в 20 мотор масло не жрут поэтому владельцы зачастую этим спекулируют до поры до времени до поры до времени а так простецкий мотор чуть-чуть бы мощи ему побольше чтобы отдача была побольше от этой простоты ну плюс-минус я поближе даже стесняюсь за что мы тебе хватит у нас сейчас поставил турбинку поставил красивые гайки поставил вот такую планочку на которую потом покажи просто верхней планкой все что и не надо забыть почему потому что на нее потом оденется у нас что спрашиваю как хирурги сутула хирурги сутула вы поработите по 13 часов в сутки вот этого баночка ставится и потом на нее одевается кдс этика крышечка давайте теплозащитный кран куда экран экран какая красота и снизу но снизу продолжение смотрите завтра или ты еще и канал чтобы завел по миру инстаграме спекулянт началось прекращай так потому что попадало что-то у людей совесть так сабри задай какой-нибудь вопрос а то что тишина вот вопрос с 1 спрашивается cgb есть мы сумеет клапан который стоит сверху постели может ли вам влиять на расход масла сказать что это вам однозначно поможет да нет конечно больше не поможет поможет сказать что есть ли смысл попробуйте попробуйте не зря же эту штуку называют маслоотделителем другой вопрос опять же где конкретика где где ваш пробег и ваш расход то есть два две ситуации вы его товарищ буквально все поменял и тут то же самое можете перебрать двигателя расход масла у вас как был так и остался там устранить основную проблему результат конечно же есть но он не такой как хотелось бы и да пожалуйста вы свой ремонт можете дополнить новым маслоотделителем если у вас пробег 200000 и узнали что такой расход масла начинать с замены маслоотделителя и говорите а поможет да ни хрена не поможет начинайте с замены пашки и колец есть основная проблема у двигателя то почти клапана направляющих погоду вы вот это постановите а потом уже можете так вот что для полноты чёрности ремонта что потом с уверенностью сказать что я все поменял недостатки мотора наличие цепного привода вряд ли можно назвать недостатки тут уже наверно не надо понимать как должное что да есть цепной привод грм да он требует обслуживания недостаток у нас сегодня мотор никто не спросил по какой причине мы вообще блок-то точили у нас поршень разрушился недостаток это высокая склонность к разрушению поршней использование некачественно мало объемные моторы нагружены прямым впрыском мотор нагружен нагнетателем турбиной мотор хочется кушать топлива но такого у нас стране нет и поэтому эти моторчики с чем приезжают они приезжают с решением поршней он собственно говоря здесь производитель не особо виноват если на вас наверно то страна в которую производитель отправляет свои моторы конструктивный недостаток давайте скажем так что горячая часть турбины антош покажи мне пожалуйста вот у нас записает платом своей направляющей и закисает в открытом положении и сколько бы наша турбинка не пыталась надуть нам все это стравливается собственно говоря что необходимо делать необходимо менять есть есть решение завода изготовителя это замена горячей части турбины вот такие три основные и основных момента цепной привод разрушение поршней и горячая часть турбина что еще может произойти с этими моторами на пробегов за сотни помимо этого с чем сейчас приходится столкнуться за последние полгода приехала наверно уже сап у тебя четвертая машина а вот она кстати висит покажи пожалуйста и пускай владельцу будет приятно увидеть свою машину машинка к нам приехала с яйцеобразностью сегодня выпускных клапанов от чего это происходит у нас с вами разбивает направляющую клапана клапан начинает болтаться при совершении возврата поступательного движения и разбивающие то есть когда мы взяли эту машинку в работу стандартная болельщика пожалуйста разрушение пошли разобрали поршни попадем на экскурсии вот забрали поршня вот что мы сделали мы их отписка строили мы поменяем на них колечки вот так это у нас происходит и основой ремонта это будет не раз . блока цилиндров как сегодня мы делаем не замена поршней ремонт головки блока замена направляющих замена направляющих и восстановление геометрия после замены управляющих вот не всегда правда все это удачно получается сегодня попробовали попробовали установить клапана после такой операции ничего у нас не получилось попросили подрядчика переделать то есть сделать чуть большую рабочую поверхность развернуть седло так чтобы поверхность было чуть больше нежели чем нам предложили такие четыре момента на самом деле все остальное это что вот сегодня мы будем устанавливать новый масляный насос все уже совсем забрался новый топливный насос по какой причине при разборке двигателя что выявили выявили вот эту вот поверхность внутри постели предлогов она была сухой то есть я постель в масле а вот это вот часть сухая и запах бензина то есть наш топливный насос который здесь он стоит до напускал нам бензина в постель хорошо что во время эта машина приехала с отсутствием компрессии по одному из цилиндров до если бы этот мотор ровно работал если бы клиента ничего не беспокоило то данный автомобиль приехал бы с план к нам с чем с масляным голоданием почему потому что масло в перемешку с топливом не может нам обеспечить нормальное рабочее давление то есть будем здесь менять насос и молящий может быть это и как раз была одна из причин того что масло потеряла причин разрушения седла у нас кладыша нормальный мы здесь поменяли 4 шатунных кладыша напоминает все остальные мы оставили не трогай то есть если бы у нас здесь было масляное голодание у нас были было бы другое состояние во-первых постели самих распредвалов и нижней части то есть мое мнение что здесь не успел еще мотор поработать на топливном масляной смеси тимур а давай поставим его здесь здесь будет новый топливный насос что что можно еще сегодня поставить на этом двигатель турбинку ты поставил теплообменник и поставил самое главное действительно закрыть что можно показать что рассказать дядьки задавайте вопросы честно говоря навешивать всякие трубочки шланчики смысла сегодня не вижу почему потому что завтра при установке данного двигателя на все равно все поснимаем коллектор разверну пожалуйста двигатель давай поставим коллектор свит 4 пишет я все пропустил это радость и печаль тимура злые у нас люди злым собой представляет покажи пожалуйста крупным планом вот сюда поближе к свету вот эту вот штуку это пластиковый корпус нового коллектора с интегрированным тимур поворачивает по другу с интегрированным в него охладителем надувного воздуха к огромных а вот здесь же у нас еще расположен дроссель вот с этой части вот все и без нас знаете свит написал что он любят дыма не сомневались и на самом деле очень простой момент установки пять болтов крепления и у вас коллектор отваливается такая же система у пола сюда по моему если только там дроссель на горя чем же этот мотор отличается от пола седана ну-ка расскажите мне тимура ледович вопа вопа ну вот он там и все турбиной было снова основа мотора 16 1 4 turbo который мы сегодня собираем там нет ну там нет тнвд хорошо но там такая же башка там примерно такой же блок там такой же коллектор да там нет прямого впрыска нет вот этой части но там такой же пластиковый коллектор интеркуллер ну да соответственно мне турбины нам нет надувного воздуха горячего там нечего охлаждать там нет регулятора фаз алюминиевый блок цилиндров простейший двигатель таким усилием там и болтики затянет его 25 давайте не будем 30 минут потому что пластиковый коллектор внутри пластикового коллектора у нас а вот ради прикола открути один не смотря на то что у нас пластиковый коллектор у нас здесь что дистанционная втулка поэтому не надо крутить этот коллектор так что прям вот он сейчас лопнет и еще что-то он не лопнет болт всегда упрется в рту никогда ты не коллектор не повредишь но у нас тут даже больше ориентироваться над не на пластиковый коллектора на резиновое уплотнение которую не надо передавливать там еще на последний у него были проблемы с перегревом коллектора вот и у него не болезнь не надо говорить cfn последний тему не так поймут нет я последний cfn который приехал к нам который мы разобрали разобрали в прямом эфире увидели в него куски помпы где только можно естественно у него был перегретый вкусной коллектор который буквы изюм последний cfn площадкой не оригинальным болтом кстати мы начали обслуживать cfn еще то удовольствие присутствие клиентов в ремонте владельцев цфр запрещено давайте знаете что еще сделаем один такой важный момент мы сделаем перед тем как установить слышали наверно до 1 подвинулся 2 не захотел надо утопить наши баллы осевое смещение создать сторону цепного привода надо это делать нашими понятно что они дистанционные понятно что они нам не дадут в каких-то моментах смещаться да то есть не надо это делать при помощи заглушек заглушки у вас должны встать и закрутиться болтами не можете это сделать рукой так как сейчас я это сделал не стесняйтесь возьмите молоток какую-то наставочку и вперед продвиньте вал в сторону цепи слушайте сад андрей лапин спрашивали спрашивал но вы не ответили или не заметили ремень грамм найдет 211 менять по пробегу и если пробеги небольшие через сколько-то отвечали на прошлый трансляции миллион раз давайте на это ответим на прошлый трансляции я вызвал антона и спросил бери антон ну-ка расскажи-ка нам вот как сейчас помню ты вот так стоял и вот так стоял и играть он расскажет на студию меняем игре меняем их при пробеге и по моему 90-х на машинку приезжают есть два варианта есть простой вариант заменить роста грм для людей с ограниченными возможностями как прямо инвалиды финансовыми возможностями я хотел сказать есть вариант сложнее поменять ремень плюс два ролика на пизлоне паразитных честно топ топ вариант пожалуйста все приемлемо на цзб 2011 год нужно менять поршня и шатуны при особой необходимости при каких условиях вы собрались менять поршня и шатуны что у вас беспокоит при факторе каком пробеге все действие происходит так что вы можете поставить датчик распредвала на ошибку по которому ни в коем случае не надо ориентироваться вот вы же выскочила у вас ошибка расход масла расход масла сейчас секундочку выскочила у вас ошибка по датчику распредвала надо его менять рано пить корвалов до вспоминаем что у вас цепной привод вспоминаем что у вас цепь современная бесшумная которая имеет свойство растягиваться и ошибка по датчику распредвала в общем не говорит что какая-то не справа на говорит о том что надо ну как минимум строить заглушки посмотреть вообще удастся ли при подобный мт 1 цилиндра внедрить вот этого фикса а скажу сразу что не удастся поэтому меняйте цепь причина расход масла два с половиной литра на 7000 километров турбина на этом моторе прошла 157 тысяч километров а мотор прошел 56 . интересная ведь ему нет турбина прошла больше чем это давайте точно ответить что их замене нет никакой необходимости если только там нет износа верхней головки шатуна да даже если она и есть да если у вас примеру без втулочный шатун 23 палец вы всегда можете сделать износ 21 если у вас соответственно 21 вы всегда можете поменять втулку сделать еще раз 21 либо просто напросто уберите втулку и будет у вас 23 вот в любом случае если у вас нет износа верхней головки шатуна вы всегда можете подобрать поршень если у вас поршень верхняя головка шатуна 23 миллиметра пожалуйста возьмите там 759 кошки уточнение уточнение пришло если у вас головка 21 миллиметр возьмите 247 поршни что там уточнили 2010 года замен замена мотора была покупала поставили мотор девятый год девятый месяц 11 году скорее всего у вас там поршневой палец 23 миллиметра то есть говорить о том что вам надо менять что ни в любом случае не придется они там уже у вас нового образца вот если у вас жрет масло и относительно свежий мотор ну как вы достаете свои поршни оцените состояние оцените возможность оборудовать ваши поршни новыми пользами из такой возможности нет например там канавки не позволяет поменять и позже очень про интересно если старый прошел на получается 100000 новый мотор есть ну так по расчетам по моему получать 50 тысяч прошел а там лег там получается также мотор до сборе пошел его разбирали а не то же сказал а на поле у вас будет недавно из германии приняли мотор свой куванс 480 скандирогой конечно на 180 тысяч он обошелся владельцу тигуана с пробегом 35 тысяч километров давайте так если я угадал и если у вас поршневой палец 23 миллиметра поставьте поршни 47 59 500 от колбин шмита если я вдруг не угадал что маловероятно но все же если у вас поршневой палец 21 миллиметров поставьте поршни 40 247 600 либо так вот 480 тысяч у вас в нашем сервисе для владельца супер заряженного тигуана вот такими вот катками и вот такими тормозюльками 35 тысяч пробега вы мне скажите она того стоит вот такие катки вот такие тормозюльки показать обкладышками честно мы разобрали мотор с пробегом 35000 у вас больше нету тормозюльки и укладки уточняют чтобы пересток цепи на 89000 вот поменяли мотор на новом поставили турбину старую ну давайте так понятное дело что турбинка ваша уже прошла 150 но 50 же она прошла да все сосчитала ну окей не надо так углубляться в поршнях шатуны снимите 4 гаечки выпускного коллектора и пощупайте клетчатку горячую часть клетчатки на выпуске всегда можете посмотреть состояние вашей турбины ну это прямо вот так вот чтобы вас хоть немножко на ноль глядя сегодня успокоить а вообще вопрос вы правильный жанр и мой ответ шатуны менять не надо добрый вечер какой режим обхватки вы рекомендуете после замены пышневой на двигателе c а я это 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 не нам не тт там а у тебя 4 а на 4 старина как его американ какой режим обхватки мы тут независимо от двигателя мы рекомендуем первую тысячу по придержать коней особо шип не педалируют и тысячи оборотов и хватит как-то так потом другой вопрос сахарь ну уточни к а что там нам делали ну грубо говоря капремонт что собой представлял капремонт и вообще был ли он можно ли его считать как ремонтом режим обхватки после замены поршневой давайте немножко расширенно отвечу на этот вопрос сразу всем больше никто не спрашивал сегодня ремонт двигателя допустим да понятно что не каждый ремонт можно считать как ремонтом это уже отдельная тема основа ремонта либо это замена колец либо это замена поршней либо это замена поршней с расточкой блока цилиндров вот как тут мы сегодня сделали да когда у нас очень маленькие зазоры все должно как-то вот притереться очень острых он который тоже должен сработаться вот и обкатывать так надо да грубо говоря после замены колец вы можете вам вокруг магнита объехать нашего и в принципе больше не обкатывать после замены поршней вы должны понимать что мы вам поставили поршень который должен пристучаться по цилиндру и принять его форму цилиндра вот после расточки вы должны понимать что у вас еще и министральные зазоры при всем при этом поэтому обкатывайте после расточки и можно и тысячи три спокойно по придержать себя узнает сколько там это все стоило по ним разобрать двигатель расточить и собрать обратно андрей кудрявцы давайте вывод нам когда доберетесь до цепи bw честно мы не считали сколько звеньев на цепь и тут другой вопрос что 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 вы называете звеньями да говорить о звеньях можно было тогда когда у нас велосипедные цепи с роликами были ну тут можно было там количество шпоночек посчитать разделить на 2 90 когда пацаны приезжали с цепями на шее ну окей ладно давайте уже откатимся в газели что там 90 272 вот на коробке цехного привода 406 мотора было четко написано у вас 9070 по моему меняйте на 90 72 и будет вам счастье на 90 272 здесь к сожалению во первых и цепи другие потом думаю честно говоря уже с и задачи перед собой такой не стоит а для чего это ну я могу наверное предположить для чего это количество зубьев шестеренок нового и старого образца они отличаются может быть вот в этом контексте до может быть как-то вот сопоставить изменение количество зубьев и для мне кажется это бесполезная информация узнать есть информация хочется знать сколько звенья для чего она будет использоваться непонятно но знать хочет мне все таки тревожит вопрос по поводу цтезе который вопрос а как он так как мотор поставить от места уголка за тачки десятого если он меня если на мотору пришел которую если допустим потому что на план смысле 17-го года 10-го года не сломается мотор до перископ цепи перископ цепи мотор меняется по кулансу то есть он получает за год проездил грубо говоря 90 тысяч июня перескочила цен я просто не могу понять почему мотор такой почти равносилен тачке сейчас уже 18-го года можно 100000 а тут получается в начале трансляции один удрился семь семьсот каждого то есть нас горит вся семья посменно ездит на одном автомобиле вот хрен его знает честно говоря сколько там звеньев вот я вам так отвечу никогда не заморачивались я знаю что самая важная информация которую одно время для меня очень часто допытывались алексей разное количество зубьев на звездочки на звездочках и вообще то что вы там написали у себя на драйве конечно хорошо спасибо но вот масти мастер отказывается отказывается ставить ремкомплект потому что говорит что это не будет работать давайте вот просто конкретика будет работать работает и очень даже не плохо работает вот давайте на этом добрый вечер двигатель сахар пластиковый маслоотделитель который на крышке цепи процессе эксплуатации протёрся протёрся чем-то против теперь там дыра сильно ли это может влиять на расход масла ну как бы да у нас с вами вентиляция картера на как-то оказывает свое влияние на вопрос чем он протёрся вопрос да чем он таким протёрся пожалуйста это что там такое должно было произойти в двигатель чтобы обеспечить такое смещение валов и цепного привода вообще вперед чтобы протереть помнишь их жалко крышки не так хотите показать помнишь есть сверла собрай крышку точно есть не разорвана или полуседан на две части там вот возможно я точно не помню ты часть вот в восточное помнишь вот о любом помнишь я просто не могу исполнить что трансляция и возможно да слишком наверно растянутая цепь слишком растянутая цепь подскочила подскочила насколько другой вопрос что собой представляет маслоотделитель давай ну вот давайте ему рассмотрим или что окей вот здесь он забирает картерные газы здесь у нас такая вот лабиринт такой да через которые эти газа проходят здесь у нас трубочка которая идет непосредственно там выпускной коллектор либо в турбину не может вот то есть если у вас вот здесь вот где заборник стерла что возможно наверное да вот если у вас вот тут как то вопрос где стерла ну да мы не знаем где стерла и я просто здесь невозможно ну да здесь если здесь вал до сюда идет а могло дать стружку сюда убери давай так если это заборник вас подписался то скорее всего ничего здравствуйте подскажите почему на третьей генерации какие большие зазоры причина а это вот заводское решение проблемы повышенного расхода масла это клапан который отключает подачу подачу для охлаждения поршня и работе двигателя до малых оборотов то есть а типа подожди не шумеет прикачивать собственно говоря сама проблема масла она чем выражена вы стоите в пробках у вас молотит мотор давление в камере сгорания не соответствует должного уровня чтобы расширить наши кольца поршневые чтобы заставить их работать когда вы поехали у вас появилось давление в камере сгорания у вас кольца заработали у вас началось съем масло со стенок цилиндров все хорошо на ген-3 вы стоите в пробке ваши форсунки охлаждения поршней не не подают масло на днище поршню не охлаждают его поршень греется да у вас нет масло жара но у вас есть повышенный тепловой зазор а где у нас есть поршни от очень у нас кстати просили двухлитровый поршни показать от мотора ген-3 поколения давайте их покажем у нас на это две минуты и наверное на этой печальной ноте и закончим на этом хорошем вопросе и возможностью вашего хорошего ответа сегодня по данному вопросу чем же обусловлены такие большие тепловые зазоры на мотору ген-3 берем уже нет нет красивых он нет не до двигатель я хотел снять ролик отдельных на эту тему но наверно просто так тимур свет побольше поршни мотора третьего поколения что же с ними может произойти то вообще какой какой вот этот поршень вы видели в инстаграме все красиво перегородка перегородка развалилась как бы повредила нам цилиндр блок цилиндров кстати он там у нас на столе лежит приехал с росточки сейчас мы его тоже покажем тоже может еще произойти давайте колечко снимем все видно дайте мне какую-нибудь ковыряшку горбатый вид как хирурги да ой мы есть хирурги опухоль тимур ни хера не видно свети сверху да я не знаю я не могу понимать этот момент выхухоль то есть до вот такого вот состояния этому поршню осталось только чуть-чуть поработать осталось попасть на стол я в прямом эфире поршень сломал подожди я сейчас еще один сломаю давайте еще один поршень возьмем вот вам господа обновленный мотор ген 3 2 литра хотите самый главный прикол здесь все нормально самый хороший комментарий который мне понравился по поводу этого мотора как вы думаете правильно антон правильно молодец ты меня понимаешь а колечки ты говорит не закоксованы ха 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 в росте мужа чем обоснован выбор турбомотора виде его проблемы каждый день зачем ты купил ваг скажи потому что у нас у сослуживца есть subaru из многих зол надо выбирать понятно понятно и возможное обслужить который может быть данным мотором давайте еще перечислим цепной привод до хрен с ним все меняется разрушение поршня не проблема расточили поставили ремонт что еще горячая часть забыли смазать каждые 15000 не проблема тоже сменять какие отдельно оригинал хотите сборе вот можно абсолютно не проблема векса брата серва разбитые направляющие но понятное дело по пробег есть 200 давай может возможно будет тоже все делается другой вопрос чтобы было сейчас если бы тимур купил вот тот вот мотор который мы разбирали на трансляции когда мы кнопочку стоп нажали еще вот тут репу чесали минут сорок да какой минут сорок три дня как минимум я же тогда пришел через сколько через три дня как раз они все стоят до сих пор вот чешу вы нас спрашиваете а что вы с ним будете делать так вот хрен его знает поэтому собственно говоря этим и обоснован выбор как то вот я за место тимура отмажу его сейчас пыль что-то наполучил 9 еще интересно ну понятно мы видим до нас только растянута была цель растянута какие-то морщины какую турбину ставить вместо родной их и не надо ставить них и их не есть оригинал надо плиток на горку и ли это тоже такая же как паркор на компании каком это паркор на тоже так и надо ставить их и а что же нам поставить за место оригинала поставить за место оригинала давайте так вот про рекламируем хорошие компашку видно вот так закончим нашу трансляцию проблемы вроде как мотора обсудили варианты решения тоже все что не успели спросить пожалуйста пишите комментарии обязательно отмечу ставьте лайки повышайте популярность нашего канала может быть может и время когда появится вот всем большое спасибо за внимание собрись у нас смотрела статистика антоха и его код что-то интересное появится в ближайшее время что у нас намечается что намечается день 3 наверно 3 намечается может быть заберем ген 3 в прямом эфире с точно таким же расточенным блоком давайте может как-то конкретизируем такую заманувку сразу делаем резервные такой у нас ген 3 есть который мы расточили под первый ремонт заодно и покажем какие поршни мы туда поставим это все выглядит давайте наверно наверно на этом и остановимся что в следующий раз мы с вами увидимся собираю вот этот вот моторчик всем большое спасибо за внимание за терпение понимание понимание возможно возможно не понимание все равно спасибо анток ты ухо снимаешь нажать на кнопку ваша она урчит спасибо за внимание see за внимание 私 в этом все Продолжение следует...